И вот последние новости из Японии. Местное телевидение сообщает, что уровень воды, используемой для охлаждения реакторов на АЭС Фокусима-1, снова упал. И это связано с испарением и повышением температуры. Власти заявляют, что ситуация находится под контролем, но в регион, по данным МАГАТЭ, уже завезли 230 тысяч доз йода. Он используется для диагностики и оказания первой помощи в случаях облучения. Впрочем, Международное агентство по атомной энергетике пока не оценивает ситуацию как катастрофическую. Илья Филиппов продолжит. Фокусима-Дайити-Генсирёку-Хацудансё, что с японского атомной электростанции Фокусима-1. Одна из крупнейших в мире, одна из самых, как еще недавно считали, безопасных, ведь сделана в Японии. Сейсмостойкая, 6 энергоблоков, суммарная мощность 4,7 гигаватта. Впрочем, сейчас ее половины станции уже лишена. Хотя весь мир сегодня беспокоит вовсе не энергоподача, а что будет со станцией дальше. Опасность вовсе не миновала. Сейчас первый взорвавшийся реактор заглушен и залит морской водой. На третьем, более мощном энергоблоке, устраняются последствия двух ночных взрывов. И спасают от таких же взрывов уже второй энергоблок. Но почему высокотехнологичные, еще вчера очень надежные станции, теперь угрожают всей планете? На Фокусиме все реакторы кипящего типа. Упрощенно, это реактор, активные элементы которого погружены в воду. А реакция в воду нагревает. Раскаленный пар из огромного котла реактора поступает в парогенератор, который крутит гигантскую динамомашину, вырабатывающую электричество. Дальше пар идет охлаждаться в емкости, где в радиоактивном пару проходят трубы с обычной прохладной водой. После них охлажденная радиоактивная вода проходит турбины, закачивающие ее обратно к реактору. Здесь-то и поработало землетрясение. Возврат охлажденной воды был нарушен. Поэтому сценарий взрывов один и тот же. При этом все атомщики мира внимательно наблюдают за происходящим и строят свои прогнозы, иногда взаимоисключающие. После взрыва на первом энергоблоке Фокусима в воскресенье появилась информация, что у третьего энергоблока тоже нарушена подача охлаждения. И эксперты предполагали, что все обойдется. Наибольшая магнитуда земных толчков миновала, и многие считали, что следующие взрывы маловероятны. Хотя все специалисты прекрасно понимают, что происходит внутри котла. В кипящем реакторе важно, чтобы всегда был одинаковым уровень воды, не больше, не меньше. Но он понизился. Температура выросла, давление увеличилось, сотрудники станции стравливали, сбрасывали радиоактивный пар в атмосферу, надеясь успеть отладить подачу воды. Но обезвоженные стержни реактора накалились, давление критическое и в итоге взрыв. А на дне котла остаются многолетние отложения радиоактивных отходов. И если они загорятся, выбросы в атмосферу будут в тысячи, миллионы раз опаснее нынешних паровых. В эти минуты состояние второго энергоблока Фукусимы критическое. Здесь также стравливают пар, все повторяется. При этом Японию продолжает трясти. Аварийные бригады токийской энергетической компании остаются на объекте. Мы задействовали дополнительный насос для закачки воды в реактор сегодня утром. Это помогло повысить уровень охлаждающей жидкости. Но мы не можем отрицать, что риск разрушения топливных стержней остается. Сейчас главные опасения атомщиков из других стран связаны с возможным горением радиоактивных отходов. Впрочем, в штабе Росатома настроение более оптимистичное. При должных противоаварийных мерах, уверена в Росатоме, повышение риска сейчас маловероятно. Коллеги из штаба считают, что максимально, что может произойти, это полное расплавление топлива, которое останется в корпусе реактора. То есть оно останется внутри. Какой урон нанесен или будет нанесен Японии, ее соседям, да и всему населению планеты, сейчас сказать трудно. Северный сосед Японии, Россия, направляет в зону бедствия спасателей МЧС. Другие подразделения министерства, которые несут службу в приграничных районах, сейчас работают в усиленном режиме, ровно как и сотрудники метеослужб. В данный момент уровень гамма-радиации рай 0,11 микрорентген в час. До 30 микрорентген это естественный радиометрический флот. Власти просят местное население не волноваться. Движение воздушных масс в этом регионе таково, что основные потоки воздуха направляются как раз от российского побережья в сторону японских островов. Илья Филиппов, Андрей Колесников, Максим Борисов. Вести.